День государственного флага Для участников подготовили насыщенную программу К новому учебному году готово Все лето лыб завершился ремонт средней общеобразовательной школы Здравствуйте на телеканале Россия 24 Информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия В студии Дарья Тендит Сегодня день государственного флага Российской Федерации Жители Карачаева Черкесии с праздником поздравляет И глава республики Рашид Семрезов Наш триколор является символом свободы нашей страны Ее мощи верного и непоколебимого движения вперед по выбранному пути Ну а кроме того, белый-синий-красный флаг Знаменует собой единство всех многочисленных народов, этносов И конфессий, живущих в едином доме под названием Россия Для каждого из нас честь быть частью государства нашей великой родины Российский народ объединяет славное прошлое нашего Отечества И наше стремление трудиться во имя страны Созидать, укреплять ее экономическую мощь, ее суверенитет, международный авторитет Сейчас период специальной военной операции и небывалого давления недружественных стран И обстоятельств это стремление имеет особое значение и ценность Дорогие земляки, в этот праздничный день желаю вам благополучия, здоровья, успехов, благоденствия в каждый дом А также процветания, больших побед и достижений нашей стране и Великой России К каждому ее региону, говорится в поздравлении Сегодня в городах и районах проходят различные патриотические мероприятия, посвященные Дню российского флага Символу единства и гордости триколору нашей страны 30 лет Этот праздник отмечают по всей России Каждый гражданин выражает свое уважение государственным символам Родины В пансионате для престарелых и инвалидов гармония – особое отношение к этой дате По традиции, постояльцы и сами сотрудники исполнили гимн России Говорили о патриотизме, о значении государственных символов Об истории создания российского флага и значении цветов триколора И, конечно же, читали стихи Наш триколор, мы гордимся тобой Флаг наш, как дружбы и братства Мощь и единство – вот наше богатство Символ победы, символ свободы Знамя России, знамя народа Свой флаг цените, россияне И будьте гордости полны Ведь флаг наш не отрезок ткани Это символ всей необъятной страны Специалисты «Газпром» газораспределения «Черкеск» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод в ауле Нижняя Тиберда И еще один населенный пункт Карачаева-Черкесии стал газифицированным Разделить радость жителей в этот знаменательный день приехал руководитель регионального «Газпрома», а также представители правительства и парламента республики Из аула Нижняя Тиберда репортаж Аллы Динаевой После новой верхней Тиберды и города-курорта эстафету газа сегодня принял и аул Нижняя Тиберда В последние дни уходящего лета природный газ пришел и в этот населенный пункт Объект протяженностью 5 километров создал возможность для догазификации аула Нижняя Тиберда Благодаря решению президента нашей страны у нас появилась возможность по программе догазификации бесплатно подводить дом к домам жителей нашей республики И такая программа сегодня успешно реализуется Хотел выразить огромную благодарность и сотрудникам «Газпрома» за то, что они подключились достаточно быстро и серьезно к этой программе И очень успешно реализуют на территории республики Хочу поздравить всех жителей Совсем недавно мы мечтали, чтобы у нас в каждом ауле в нашей республике был газ Сегодня эти планы предполяются в жизнь благодаря нашим дружинникам, нашим достойным Сегодня в республике 2,5 тысячи жителей уже воспользовались данной программой и получили газ в свои домовладения С прошлого года действуют и региональные меры поддержки, в соответствии с которыми газ подводится не только к земельному участку, а к самому домовладению Отдельным социально значимым категориям населения также выделяется субсидия и на приобретение газоиспользующего оборудования и оплату работ внутри самого дома Напомнил генеральный директор «Газпром» Межрегионгаз Черкесск Олег Дергачев Создана техническая возможность подключения более 200 домовладений в Нижней Тиберде Более 40 семей уже обратились к нам с заявками на дегазификацию Хотел вам напомнить, что наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Запуская программу социальной дегазификации в 2021 году, поставил задачу «Газпрому» и органам местного самоуправления, и органам исполнительной власти субъектов Подвести газ к каждому дому в России Сегодня в нашем районе остается еще 5 поселений Это Мариинское ущелье, Хурзут, Артютов, Чкуланов, Чкулановское ущелье Я думаю, что в ближайшее время там начнутся работы За столько другое время в районе Зайной открывается 3-й населенный пункт Это, признаете, когда буквально недавно мы открывали верхнюю Тиберду Это для вашего блага Конечно, когда дом отапливается газом, это другое совсем тепло Это наши социальные объекты, школы, садики, ДК Зимой у нас будет тепло Благодаря нашему президенту в это трудное время Социальный блок вопросов, который сейчас решается, не забывается Видите, мы стали очевидцами того, что наконец-то в Нижней Тиберде появился газ Представитель газораспределительной компании Залимбастанов Доложил о готовности объекта для подачи природного газа Объект испытан готов к эксплуатации Аплодисменты, друзья! Семье Качкаровых большая радость И сегодня они радушно встречают гостей, благодаря которым природный газ пришел в их дом Загорается, отпускаете Право, что она загорелась, большая комфорта Спасибо Теперь хлопоты по заготовке дров наполнению баллонов с жиженным природным газом Уходят в прошлое И жизнь становится комфортней и уютней и для жителей аула Нижней Тиберда Мы жили в старом доме, где печка По-старому мы топили дровами печку Конечно, дети хотели приезжать зимой Особенно на зимних новогодних каникулах У нас же одна печка и одна комната отапливалась Поэтому они приезжали и уезжали А сейчас они радуются Мы тоже радуемся Потому что уже простор Уже в новом доме отопление будет газовое Оладинаева Алибастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Крачевский район Осталось чуть меньше месяца до главного политического события этой осени Единого дня голосования, назначенного в этом году на 8 сентября Кроме выборов депутата республиканского парламента В нашем регионе намечены еще избирательные кампании разных уровней В общественной палате Крачева-Черкесии прошло заседание общественного штаба Участники встречи обсудили ход мероприятий, нацеленных на обеспечение прозрачности и законности предстоящих выборов Ахмад Халкечев продолжит Избирком республики зарезал 5 партийных списков от КПРФ и Единой России, Гражданская платформа, Справедливая Россия и ЛДПР, в которых 301 кандидат Работа предстоит очень важная Осталось до выборов совсем-совсем немножко Поэтому, понимая важность момента, у нас присутствуют еще и помимо членов штаба, еще и наши наблюдатели Высокий уровень готовности избирательной системы региона отметил и член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод Который принимал участие в совещании по ВКС Практически все участки будут оснащены системами видеофиксации Общественные наблюдатели будут присутствовать и на участках, организованных в местах временного пребывания избирателей Завершен период выдвижения регистрации, мы уже отмечали, что отказов не было Что говорит о том, что партии самовыдвиженцы ответственно подошли к подготовке документов И, в общем-то, не огорчили избирательную комиссию Поэтому, так сказать, процесс идет строго в правовых нормах Голосование в Карачаево-Черкесии будет идти в течение трех дней Кроме выборов депутатов республиканского парламента, в регионе намечены избирательные кампании разных уровней Обновятся составы заксобраний в девяти районах И в стольких же поселениях пройдут дополнительные выборы А также в пяти сельских поселениях пройдут основные выборы Ахмар Халкищев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия В эти дни проходит самый высокогорный молодежный форум «Махар-2024» Участники – представители активной и талантливой молодежи из 21 региона России На целую неделю молодым людям организована интересная программа по четырем направлениям Образовательная, творческая, спортивная и горно-пешеходная Кроме того, в рамках «Махара» в третий раз прошел грантовый конкурс «Росмолодежи» Где победителями стали шесть ребят из нашей республики Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков Самый высокогорный молодежный форум «Махар-2024» Стал уникальной площадкой для креативной и талантливой молодежи С 21 региона России Для молодых людей организована насыщенная образовательная программа С походами и с турами Где молодежь не только может насладиться красивой природой Но и защитить свои проекты для получения грантовой поддержки В этом году география молодежного форума увеличилась в два раза В течение нескольких дней для участников была организована насыщенная программа По таким направлениям, как образовательная, творческая, спортивная и горно-пешеходная Также ребята ознакомились с интересными спикерами Которые делились своими знаниями с участниками форума «Махар-2024» Мы надеемся, что ребята заберут с этого яркого мероприятия Только положительные впечатления, отмечают организаторы Шесть человек с нашей республики стали грантообладателями Уже третий год грантовая площадка Федерального агентства по делам молодежи Работает в рамках нашего форума Ну и традиционно у нас образовательная программа Которая состоит из трех основных блоков Это креативная индустрия, студенческий молодежный туризм и социальное проектирование И конечно же наш форум не мог обойтись без наших походов на Нарзаны, на водопады Молодежный форум посетил и министр культуры Карачаева Черкесии Зураб Агербов Он осмотрел различные арт-объекты и по традиции попробовал айрон из айронбара Помимо этого Зураб Замирович рассказал о важности развития креативных индустрий И о работе специализированной школы, открытой в республике под его руководством Министр отметил, что сегодня государство уделяет особое внимание развитию этого направления Я очень рад, что у нас в республике развивается наша форумная площадка МАХАР И развитие ее логичное и целенаправленное То, что поставлено целью развивать креативные индустрии Одна из тем форума для нас, для министерства культуры В целом для государства очень важно Потому что креативные индустрии призваны занимать все больше и больше места вообще в экономике страны Нам нужно, чтобы мы от сырьевой экономики перешли к экономике высокой добавленной стоимости Важно отметить, что в рамках молодежного форума МАХАР в третий раз проходит грантовый конкурс Росмолодежи Где победителями стали участники из Карачаева Черкесии Сами обладатели грантов подчеркнули, что им удалось повысить свои навыки в социальном проектировании, креативной индустрии и туризма Мой проект называется фестиваль этноспорта Фестиваль этноспорта мы уже проводили в 2023 году, также при поддержке Росмолодежи На заочном конкурсе я выиграл и открыли базу, открыли центр развития этноспорта в нашей республике На что обратили внимание эксперты, то что сам проект был просчитан, написан очень правильно, досконально Плюс у нас очень много материала осталось от предыдущего проекта И на базе этого мы хотим увеличить географию нашего проекта Впервые приняли участие в молодежном форуме студенты из Удмуртии, Башкирии, Белгородской области и даже Слуганской народной республики Это уникальная площадка, которая объединяет молодежь нашей страны, подчеркнули молодые люди с этих регионов Впечатления просто неповторимы после вчерашнего похода Когда мы пошли в прекрасные горы, я только въезжала, у нас этого нет Здесь природа, этот вязкий ароматный воздух и, конечно, атмосфера Жизнь в палатке, то, что для нас, для людей, как сказать, из континента, из цивилизации Здесь просто здорово и отсутствие интернета Это просто поразило, и такой, выходим на новый уровень какой-то Форум Махар – это в первую очередь заряд для новых свершений и идей Но самое главное, каждый из нас унесет отсюда новые впечатления и обретем новых друзей, уверяют участники Али Халипшок, Афринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Махар В Карачаево-Черкесию с Белгорода и Белгородского района приехали 236 детей В живописных уголках Карачаева-Черкесии, в Тиберде и Дамбае ребята проведут две недели Познавательный досуг, комфортные условия для проживания, безразовое питание, соблюдение всех мер безопасности Все это подготовлено для ребят, которые живут в приграничных населенных пунктах, постоянно подвергающимся атакам со стороны ВСУ Кроме того, детям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская и психологическая Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов отметил, что сделают все, чтобы дети почувствовали заботу и внимание И чтобы они не просто хорошо отдохнули, но и набрались сил, вдохновились красотой гор, местным колоритом, культурным многообразием И, конечно же, согрелись сердечной добротой и кавказским гостеприимством В селе Талык завершился ремонт среднеобщеобразовательной школы Школьники-учителя будут иметь возможность учиться и преподавать в уже красивом и по-новому обустроенном учебном заведении Подробнее в материале Амины Артабаевой Уже совсем скоро начинается новый учебный год К нему уже активно начинают готовиться школы республики В связи с этим и Талыкская школа уже готова распахнуть свои двери для учеников и давать им ещё больше новых знаний Школьники будут иметь возможность учиться уже в обустроенной и отремонтированной образовательной организации Мы в 2022 году попали под капитальный ремонт Соответственно, мы в 2021 году учились в соседней школе в две смены За год нам капитальный ремонт сделали У нас всё новое, в столовой всё у нас новое Классы у нас новые, парты, стулья, всё у нас новое Говоря непосредственно об обучении в Талыкской школе, нужно отметить, что у детей в начальных классах Уроки проходят в основном в игровой форме, что вызывает у детей интерес к учёбе и к новым знаниям Посмотрите, осенняя погода, сделали дети сами Следующее, вот, посмотрите, у нас очень много поселов божьих коровок Мы их на бумаге тоже сделали Это, заметьте, нулевой класс делает Так, вот грибочки у нас, посмотрите Вот грибочки А вот на Новый год что сделали дети Я им, конечно, помогаю, но в основном они заинтересованно сами делают Также при Талыкской школе открыта и работает точка роста естественной научной и технологической направленности Предметами, которые будут изучать в данном кабинете, являются химия, биология и физика В связи с этим было приобретено новое оборудование, с помощью которого школьники смогут спокойно проводить лабораторные, исследовательские и практические работы Благодаря этому центру в нашу школу выделили датчики, вот такие у нас мультидатчики имеются, с помощью которых мы можем проводить практические лабораторные работы С этими датчиками можно определять освещенность помещения, можно определить, например, влажность почвы и так далее Помимо этого мы с помощью микроскопов, которые мы получили, тоже проводим маленькие такие лабораторные работы по изучению, например, микропрепаратов Как устроены, например, листья растений, как устроены, например, микроорганизмы и так далее Школа уже активно готовится к первому сентября Уже приобретены баннеры, шары, плакаты и тому подобное Для того, чтобы празднично встретить своих любимых учеников Амина Артабаева, Ахмад Чучаев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия Ногайский драматический театр представил премьерный показ киноспектакля «Отпуск по ранению» И сегодня наш корреспондент Белла Джозаева встретилась с режиссером, постановщиком и актрисой спектакля «Шахмале Казаковой» Султанбековой Интервью смотрите далее, а я с вами прощаюсь